Hello and welcome to lesson 25. Например, по циферке 1 у нас изображена кукла. Вам нужно будет сказать, что на столе есть кукла. По циферке 2 у нас фотография, и вы должны будете сказать, что на столе есть фотография. Ну и так далее, и так далее. Надеюсь, что здесь, в принципе, все понятно. Итак, поехали. Первое предложение и циферка 1. There a doll on the table. Вам нужно будет подставить всего лишь там, всего лишь is или are. Когда что ставится, надеюсь, вы помните. Если нет, то вы всегда можете вернуться к уроку по теории и посмотреть, я там все подробно рассказываю. Итак, первое. There a doll on the table. Кукла одна на столе. There is a doll on the table. There is a doll on the table. На столе есть кукла. Вторая циферка. Number two. There a photo on the table. На столе есть фотография. Все по тому же принципу. Фотография одна, поэтому говорим. There is a photo on the table. Number three. Третье. У нас там с вами вазы, да? There a vase или vase. Может, не так и так. On the table. На столе есть ваза. There. Конечно же, правильно. There is a vase on the table. Number four. There is a hedgehog on the table. Hedgehog от ежик. Ежик на столе есть у нас. There is a hedgehog on the table. Пока все предельно просто, правда же? Number five. По циферке пять у нас котенок. Кот. There a cat on the table. Чего не хватает? Конечно же, не хватает. Is. There is a cat on the table. На столе есть код. Шестое. There are three books on the table. На столе есть три книги. А вот тут вот, внимательно, три книги, множественное число, и поэтому не is, а are. Совершенно верно. There are three books on the table. Number seven. There. По циферке семь у нас с вами... Ага, чайник. There is a cattle on the table. На столе есть чайник. Number eight. По циферке восемь у нас яблоки. There are three apples on the table. На столе есть три яблока. Конечно же, множественное число, и поэтому... There are three apples on the table. И девятое, последнее в этом упражнении. There are two cups on the table. На столе есть две чашки. There are two cups on the table. There are two cups on the table. Идем дальше. Теперь перед вами две картинки. Одна картинка это today, то, как этот стол выглядит сегодня. Вторая картинка это то, как этот стол выглядел yesterday, то есть вчера. Обратите внимание, композиция слегка изменилась. То, что было вчера и сегодня, ну, количество предметов изменилось, и сами предметы изменились. А что-то не поменялось совсем. Постарайтесь найти различия и описать эти картинки. Остановите видео и опишите эти картинки, устно. Что было вчера и что на них есть сегодня. Не забывайте, что у нас there is, there is, there is структура, а в прошедшем времени это будет there was, there were. Поэтому тут внимательно. Остановите видео и постарайтесь описать самостоятельно. Если не хотите останавливать, то мы можем продолжить. Я вам подскажу. Вот, у меня есть пять предложений. Собственно, как раз таки я и сравню, что было вчера и что сегодня. Поехали. Первое. Если хотите, просто переведем. Первое. Сегодня на столе есть шляпа, а вчера шляпы не было. Секундочку подумали, перевели, слушаем правильный ответ. There is a hat on the table today, but there wasn't a hat yesterday. Сегодня есть шляпа на столе, а вчера ее не было. Нам бытвы, вчера было три яблока, а сегодня одно. Можно? There were three apples yesterday, but today there is only one. Only, это только. В русском варианте его не было, но можно и без него. Number three. Сегодня на столе одна чашка, а было две. There is one cup on the table today, but there were two. Четвертое. Вчера было три книги на столе, а сегодня только две. There were three books on the table yesterday, but there are only two today. И последнее. Пятое. Кукла была вчера, и кукла есть сейчас. There was a doll yesterday, and there is a doll today. Идем дальше. Thank you very much for your attention. Спасибо за внимание. Здесь я вам предлагаю выполнить домашнее задание. Home task. Перед вами пять шаблонов, пять предложений. Там, где три точки, соответственно, вам нужно самостоятельно заполнить. Например, первое. There will be in my house next year. В моем доме в следующем году будет... Ну, давайте что-нибудь придумаем с вами, что там будет в моем доме в следующем году. Не знаю. Подумайте, что-нибудь свое напишите. Второе. Recently there has или have been... Недавно было что-то было. Опять же, что-нибудь свое. Третье. There used to be... In the place where I live. There used to be... Раньше было... Что-то там. Там, где я живу. Наверняка что-то тоже можно придумать, правда? Четвертое. There is или are in my city или town. В зависимости от того, в каком городе вы живете. Большой город-сити, небольшой городок-town. Ну, это обычная структура, которая у нас вот в этом уроке как раз-таки с вами и была. Что в вашем городе есть, да, вы напишите. Number five. There was or were in my room yesterday. В моей комнате, что вчера было. В единственном или множественном числе. Кроме того, пожалуйста, подписывайтесь на канал, и уроки будут вам поступать. Ну, то есть, как только я сделал свой урок, вы сразу об этом будете знать. Ставьте большой палец вверх под видео. Таким образом, вы говорите мне спасибо. Если урок не понравился, ставьте большой палец вниз. Таким образом, вы даете мне понять, что что-то в моем уроке было не так. Так я постараюсь исправиться в своем следующем видео уроке. А пока. Thank you very much again, and I hope to see you very soon in my next video lessons. Bye-bye. Пока-пока.